Девушки отдыхают Серфинг на асфальте За траншею как существовало Было опасение, кто-нибудь сюда на бок упадет Как будет решаться дорожная проблема В Константиновке узнал Слава Тухмадуля Трещина по капремонту Они уже переделали Им никуда было деваться Тут же такая же труха была Как в селе Пановка после капремонта Рушатся дымоходы и протекают крыши На чердак поднялась Альбина Менебаева Айда на ТНВ Жду творческих людей, которые с детства Пишут стихи, например Участвуют в конкурсах сочинений Как бесплатно отучиться На журналистов КФУ и попасть на наш канал Лина Зинатулина Нет ветерана, нет имени Так, пожалуй, решили в Нижнекамске На одной из мусорок города Оказались таблички с именами ветеранов Великой Отечественной войны Фотографии, выложенные в интернет Вызвали волну возмущения и недоумения Сейчас в городе разбираются Чьих рук это дело Недоумение Почему тут лежат они Анатолий Кашин, как и другие жители 22-го дома По проспекту Химиков С возмущением рассказывает об увиденном Таблички с именами двух ветеранов Оказались на помойке Если бы я видела, я бы их забрала Просто и унесла в дом управления Вскоре таблички из кучи мусора исчезли В управляющей компании признались Допустили оплошность Теперь будут выяснять, кто именно это сделал Это я считаю вандализм Таблички висят на высоте Если это мы бы снимали Мы бы либо при помощи техники соответственно А следов техники нашей там нету И поэтому для нас это тоже стало Очень такой неожиданностью Этим поступком возмущены и в Совете ветеранов Нижнекамска Ведь таблички вешали, чтобы люди знали, помнили и чтили Если уж вам некуда их деть Ну не выкидывайте на помойку Принесите их в Совет ветеранов Ну нельзя уж так, я говорю, еще относиться к памяти Это низко Чтобы вот О том, что фамилия Мечества Уважаемого человека Участника Великой Отечественной войны Значит оказалась на помойке Нельзя этого допустить На домах, где жили фронтовики Раньше устанавливали звездочки И это была общественная инициатива Как и то, что неравнодушные люди до сих пор изучают историю Таблички с могил красноармейцев Хранит у себя Михаил Черепанов Заведующий музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Ладно, понимаю, что мраморных досок там не хватит На все дома, где жили ветераны Ну хотя бы, если уж она была такая табличка Так уж, ну, поменять там текст на ней И написать, что жил Этому ведь не воспитаешь Это должно быть либо У порядочного человека в крови Ну я не знаю Либо у чиновника, который там это решает Таблички с именами ветеранов-фронтовиков Начали устанавливать в 2010-м Всего на домах появилось 417 фамилий С каждым днем ветеранов все меньше Сейчас в живых в городе 65 участников Великой Отечественной Ради Фархулина, Анна Городнова, Александр Комаров, Рафаэр Ракипов ТНВ Нижникамс Казань Теперь они пошли по деревням и селам Городские жители, видимо, уже не доверяют Навязанным услугам Но такие есть в глубинках республики Под видом сотрудников МЧС и газовиков Молодые люди предлагают сельчанам Пожарные извещатели, датчики утечки газа Из-за услуги берут в три дорого Так как же не стать жертвой обмана, расскажет Анна Городнова Установили сигнализатор загазованности Вот на это место подключили его в розетку Бабушке Дмитрия Евтеева 81 год Была дома одна, когда к ней пришли двое мужчин Представились газовиками За установку датчика ветеран труда Дала им 6 тысяч рублей Небольшая была поломка, утечка газа То есть устраняли ее И бабушка им сказала, и они как бы за это зацепились Ну и обманом там своими уже какими-то путями Уговорили ее на данный прибор установить Дмитрий сообщил участковым Вместе они успели остановить предпринимателей Деньги вернули, но нашлась другая жертва Равианут Фульна, соседка по дому До сих пор переживает, что вместе с сыном Поддались на уговоры Парни сказали, что с этого года будут штрафовать Если нет датчика Сын поверил, как ветерану труда Еще скидку сделали Датчик 12 тысяч стоит, а мне за 6 отдали В тот день лжегазовики обошли почти весь поселок Борисоглебское Были настойчивы, говорят местные жители С порога понимаю, что пришли продавать А не проверять газовое оборудование Потому что там они идут же сразу Фразы такие Что вам надо Вот это вот установите Компания-производитель находится в Ижевске Покупать их датчики, говорят, не заставляют Мы же не обязываем, да, так скажем Скупить это оборудование Если это делается по желанию В деревнях и селах сейчас предлагают установить и пожарные извещатели Представляют у сотрудниками МЧС Ведомстве заверили, предпринимательством не занимаются Установка пожарных извещателей ведется по специальной президентской программе Абсолютно бесплатно в домах, где проживают социально несученные граждане, инвалиды И многодетные семьи с пятью и более детьми Розничная цена одного такого дымового датчика 350 рублей Чтобы его установить, нужен двусторонний скотч или два шурупа Но мошенники оценивают свою работу как очень сложную И берут за установку одного датчика от трех до пяти тысяч рублей В магазине говорят, за такую сумму можно не только датчик установить Но и весь дом поставить под сигнализацию В этом комплекте будет и дымовой извещатель, и пожарный извещатель И извещение на проникновение в дом Юристы советуют, если вас ввели в заблуждение, нужно составить претензию в адрес фирмы Получен отказ, смело обращаться в суд Вот мы из Горгаза, вам рекомендуем, если вы у вас не будете, принуждают обманывать То есть, то, соответственно, такая сделка, она считается незаконной И она недействительная То есть у вас есть право расторнуть данную сделку и вернуть свои денежные средства При проведении любых работ газовики или сотрудники МЧС Обязаны быть в форме и предъявлять служебное удостоверение Если подозрительные лица принуждают к покупке, необходимо обратиться в полицию Анна Городнова, Рамзель Гарипов, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань Первый пошел в Буинском районе Затопило низководный мост через Свиягу Это между селами Черки-Кельдураза и Черки-Бипкеева На той стороне берега, в селе Черки-Бипкеева, остались около 15 человек Спасатели сообщают, что мост изначально сконструирован низко для обеспечения пропуска талых вод В Черки-Бипкеева, которая в результате подъема воды может быть отрезана от основной дороги Имеется объездная дорога Угрозы подтопления населенным пунктам нет Завтра в республике заметно потеплеет Это значит, что к большой воде стоит подготовиться, по данным МЧС Всего в республике в зоне подтопления 209 мест Из-за ежегодного паводка река Свияга поднялась И произошло ежегодное подтопление низководных мостов В данный момент уровень воды составляет 60 сантиметров над дорожным полотном Сёрфинг вдоль исчезающего асфальта Новый вид спорта осваивают жители казанского поселка Константиновка Дорога там местами вскопана А местами водители боятся покрытия под их колесами Может размыть в любой момент Как между домами тает асфальт И почему виновных стоит искать среди своих Расскажет Салават Мухаммадуллин Дыра в асфальте, словно 3D-рисунок Камера поднимается чуть выше И в кадре мини-оползень Вот дом на зиму начали строить Прокопали вдоль дороги траншею И она пошла разваливаться Машинам на проезд всего пару метров Езда вдоль проваливающейся дороги Словно сёрф на доске Константиновцы начали обращаться в народный контроль Вышли на улицу И их действия дали плоды Народ завозмущался Он вот 3 дня назад сюда завёз щебёнку Я его сам застал здесь А он что говорит? Он говорит, ну... Я ему прямо так и сказал Я говорю, ребята, вот это называется чистый дебилизм местного масштаба Ну, дядя, вы правы? Он говорит, так, ну вот так не получилось и так далее И что делать сейчас будет? Ну, сейчас что будет делать? Всю эту дорогу будет садиться, проваливаться будет Что будет, то и будет Этот дом сейчас пустует С хозяина пообщаться не удалось Дорога по улице Бирюсовая Единственный выезд из этой части посёлка Вот в 100 метрах ставшего уже известным 51-го дома Судя по карте, протекает река Только вот здесь, как мы видим, место оврага полностью засыпано И там засыпали, и здесь засыпали Спрашивается Первые годы я жила, у меня в подвале воды не было А сейчас каждый год вода Дорога над Регой разбита Водители играют в интуицию И закладывают в семейный бюджет расходы на ходовую Тут размойки весь нету Здесь размойки Трубы-то нет внизу, чтобы протекала вода Здесь все может размыть Дороги очень ужасные Машины, конечно, меняем ходовую Ремонтируем каждый год По словам администрации советского района Ямочный ремонт на Бирюсовой был всего три года назад А в провале асфальта якобы виноваты хозяева домов вдоль дороги Сейчас идет поиск ответственных лиц за несогласованные земляные работы Ордер на производство земляных работ на данном участке не обрался и не оформлялся Вследствие чего таланными водами весной подмыло часть дороги и проезжей части Нами был проведен срочный ремонт путем отсыпки План на 2018 год по ремонту дорог уже составлен К сожалению, этой улицы нет в ремонте Так что этот год константиновцам придется потерпеть А уже в 2019-м надеяться на должное финансирование и должных дорожников Слават Мухмадуллин, Денифуатов, ТНВ, Казань Встреча инвестора мусоросжигательного завода с рабочей группой состоится на этой неделе Сообщили сегодня в Казанской мэрии В инициативную группу входят 20 человек Напомним, в минувший четверг мэр Казань Ильсур Медшин встречался с жителями Слават Купыре и Осинова Искандер Анваш, прошу заранее оповести членов рабочей группы об этой встрече И попросить их к ней подготовиться Мы заинтересованы в конструктивной работе Поэтому надо и наши вопросы к инвесторам подготовить И активистам об этом попросить Трещины на фасаде дома и внутри подъездов Обвалившиеся дымоходы, сырость и плесень Результаты капитального ремонта обнулились через 9 лет Жители двухэтажки поселка Пановка Пестричинского района Не знают, что делать с грибками на стене и плесенью на потолке Как выглядит дом, в который вложили 2 миллиона рублей? Увидела Арбина Менебаева Это ремонты что ли? Это вот люди, наверное, ногами не сделают Двухэтажка по улице Центральная в Пановке Оказалась в центре коммунального конфуза В 2009 году дом капитально отремонтировали Но фасады потрескались, а на крыше обвалились дымоходы Формально только снаружи жестянком отбили А вот над потолком, под крышей Она же оттуда поднимается Там уже давно были руины Вот так вот выглядят дымоходы в этом доме Кирпичи, о, падают трещота Здесь еще и гнезда голубей А вот доски поменяют через одно Здесь доска 2009 года, а вот здесь 67-го Этот дымоход обвалился полторы недели назад В квартире в Агизе Гатина сейчас влажные стены и потолок У соседей по квартире поползла плесень Сначала все мыли, скоблили Потом все готовились, поклевали И опять, вот прямо обидно до слез Список работ не показали и не отчитались передо мной По версии коммунальщиков, капитальный ремонт оценивала и принимала комиссия Сейчас дом уже в ведомстве другой управляющей компании Поезд ушел еще через 5 лет после капремонта То есть, если бы они обратились хотя бы через 4 года Мы бы заставили подрядную организацию это все доделать Больше 2 миллионов рублей вложили на обновление дома Цифру озвучил глава сельского поселения Но после 5-летнего срока гарантии Уже другие рабочие поднялись на чердак многоэтажки Домоходы в крышу ходят Но проблемы, конечно, я вот уже работаю 9-й год 8 лет, вернее, 8 лет работаю Мы уже меняли там домоходы сами Если это капитальный ремонт, она должна служить 20-35 лет Капитально обновить дом заново смогут не раньше, чем через 8-10 лет Это по оптимистичным прогнозам Правда, собрать домоход пообещали на следующей неделе Альбина Минебаева, Ринат Сафин, ТНВ, Пестричинский район О своей проблеме жители пановки Пестричинского района сообщили нам по телефону Если у вас есть что нам сказать, звоните по номеру 570-5017 Это новости Татарстана, и вот о чем далее Договорились в Дубае Какая мировая компания захотела открыть в республике своего представительства? Узнал Дмитрий Аринин Айдана ТНВ Жду творческих людей, которые с детства пишут стихи И, например, там, я не знаю, там, участвуют в конкурсах сочинений Как бесплатно отучиться на журналистов КФУ и попасть на наш канал? Лина Зинатулина Приглашение в республику высоких гостей Открытие представительства крупной компании Это первые итоги участия Рустама Миниханова в инвестиционном форуме в Дубае Сюда, чтобы найти новых бизнес-партнеров, съехались представители 140 стран Какой мировой гигант готов открыть в Татарстане уже свой второй офис, расскажет Дмитрий Аринин Проекты, продукты, партнеры по самому широкому профилю Это то, зачем едут на инвестиционный форум в Дубай Здесь Рустам Миниханов уже договорился с руководством мультинациональной компании Arians Business Centered Network, что он откроет в Татарстане свой второй филиал Первый появился в Казани в 2016 году Компания занимается созданием офисов и конференц-залов Как лучше находить партнеров и привлекать инвестиции обсуждали на пленарном заседании форума Рустам Миниханов поделился опытом республики Прежде всего мы обращаем внимание на инвестиции, которые связаны с импортозамещением То есть импорт, я имею ввиду, на российский рынок Во-вторых, мы выбираем проекты, связанные с высокими технологиями Посмотреть, как идут и ведут дела в Татарстане, решил министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Во время общения с Рустамом Минихановым он принял приглашение приехать на Казан-саммит Который пройдет в мае этого года Приглашение получил и правитель Дубая В разговоре с шейхом Рустам Миниханов отметил, что Объединенные Арабские Эмираты Один из наиболее привлекательных партнеров Татарстана И в двухсторонних торговых отношениях еще много возможностей Подобные же встречи должны им поспособствовать Дмитрий Иринин, Марат Хусейнов, ТНВ, Дубай 500 дней до начала чемпионата мира WorldSkills в Казани Сегодня символ флаг соревнований в Сеуле Напомним, еще в марте он начал свое путешествие в Мадриды Флаг посетит два десятка стран мира, которые уже принимали чемпионат по профессиональному мастерству В Казань он приедет в день открытия мировых соревнований 22 августа Выиграй грант ТНВ Учись бесплатно в КФУ Стань журналистом и приходи работать к нам Такой шанс дает наш телеканал Сегодня Новый Век Объявляет конкурс для выпускников школ носителей татарского языка Это грант на обучение высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ На направление новые национальные медиа Что нужно сделать, чтобы получить не только высшее образование, но и сделать успешную карьеру на телевидении Узнала Лина Зинатолина Даже тексты сюжетов мы пишем в специальной компьютерной программе Тележурналистика, мастерство прикладное Одно дело просто владеть словом Другое ярко преподносить это с экрана Работать с камерой и оператором в самых разных условиях Быть готовым к прямым эфирам Уметь держаться в кадре и иногда импровизировать И конечно вместе с монтажером создавать готовое видеопроизведение Звук, картинка, смысл С этого года высшая школа журналистики и массовых коммуникаций Прекращает прием студентов на очное отделение бесплатно Все, бюджетные места окончились Национальные тележурналистики бесплатно в республике больше не учат А значит решать проблему масс-медиа придется самим Наш телеканал готов обучить трех самых талантливых абитуриентов за свой счет Оплату в 135 тысяч рублей в год на каждого ТНВ берет на себя Чтобы у нас существовало татароязычное телевидение, радио, газеты Но нам нужны татарские журналисты Я в этом убежден Почему мне все говорят Да не надо ничего, будете брать с других факультетов Ну я знаю людей, которые приходят с филологии Ну там учителей готовят Они ходят на практику в школу За журналистской практикой В высшую школу медиакоммуникации КФУ и на наш канал Сегодня костяк коллектива ТНВ именно такие профессионалы Те, кто когда-то получил в университете диплом татарского журналиста Образование конечно очень важную роль играет Но кроме этого надо, я думаю, получить профессиональную практику Телевидение дает такую возможность раскрывать себя Достигать каких-то высот Одно дело иметь талант, другое это знать этику журналиста Этому могут научить только в университете Мы много снимаем проблемные сюжеты И когда приезжаешь на съемочную площадку И видишь глаза полной надеждой Вот тогда ты видишь результат своей работы Уже учаясь на втором курсе университета Я имела возможность приходить сюда на практику И теперь я веду главные новости республики И естественно я не жалею ни на минуту Что получила одно из самых лучших образований Чтобы попасть абсолютно бесплатно на направление Новые национальные медиа в университет Нужно пройти три тура нашего конкурса Написать эссе, снять видеопрезентацию Провести интервью перед жюри Пока первый этап и взяться за него стоит как можно скорее До 19 апреля мы ждем эссе на татарском языке В свободной манере и на простую тему Мой лучший друг Жду творческих людей, которые с детства пишут стихи Например, участвуют в конкурсах сочинений Нам нужны люди, которые тянутся к работе со словом К работе с людьми Куда пойти и кем стать Если ты прямо сейчас стоишь перед этим выбором И всегда хотел быть в центре событий И попасть на экраны Наши предложения специально для тебя У каждого выпускника носителя татарского языка Есть шанс стать одним из нас Дерзай, участвуй, пиши И может повезет именно тебе Эй, да! ТНВ! Лина Зинатульна, Марацид Гараев, ТНВ, Казань Итак, мы напоминаем Надо успеть до 19 апреля Заявить на конкурс ТНВ На соискании нашего гранта На обучение в высшей школе журналистики И медиакоммуникации КФУ Все подробности вы можете найти на нашем сайте ТНВ.ру Заходим в главную страницу Находим справа специальный баннер Конкурс Открываем положение И добро пожаловать Свои работы нужно присылать на электронный ящик PR, нижнее подчеркивание, ТНВ Собака Мэйл.ру Выиграй грант И стань лучшим из нас Тройное счастье В семье Шигаповых Из Нижнекамска Прибавление Накануне на свет Появились сразу три мальчика Мама и малыши здоровые Готовятся к выписке По словам врачей Тройня В последнее время Уже не редкость В Нижнекамске Они появляются в среднем Раз в год Героев этого года Одно из первых Увидела Светлана Звонарева До последнего надеялись Что одна девочка у нас Все-таки появится в семье Ну Значит нам нужно было Три богатыря Три богатыря Арсения Арслан и Богдан Появились на свет С разницей в минуту Но ждала их Алина Шигапова Всю жизнь Детей у супругов Долго не было И тут сразу трое О том, что в семье будет Тройня Будущие мамы и папы Узнали уже на первом УЗИ У меня был шок Я просто лежала и улыбалась У меня больше никаких эмоций Не было Шок был у мужа Да Он долго молчал Сначала смеялся Потом не зло То ли плакать То ли что Близнецы пока находятся В палате интенсивной терапии Мама навещает их регулярно А медработники говорят Малыши на редкость спокойны И не доставляют хлопот Роды были преждевременные Но дети родились С хорошим весом Все около двух килограмм Что говорит, что это очень хорошо Сейчас Алина готовится к выписке А дома папа готовится К встрече с малышами И привыкает к статусу Многодетного отца Светлана Звонарева Евгения Корбакова Евгений Лызаев ТНВ Нижнекамск Своё 80-летие В стенах родного театра Отмечает в эти минуты Равиль Шарафиев Признанный мэтр Заслуженный Дважды народный артист СССР и РСФСР Актёр Камаловского театра Широкому зрителю Он известен как Хаджана Средин Аджалец старика Из деревни Альдермеш И Петруччо Итак, с нами на связи Из театра Рамиль Шайдулин Как там атмосфера И начал ли юбиляр Уже встречать гостей Да, добрый вечер, Алексей Да, уже за полчаса До начала празднования Сюда, в театр Камала Начали заходить Как друзья Так и простые Почитатели творчества Равиль Шарафиева Что в отношении Этой творческой величины Наверное, одно и то же Потому что около 60 лет Юбиляр играет в театре И почти всё это время В театре Камала И сегодня, оставаясь Одним их Говорят современным языком Одним из самых топовых актёров Сейчас Равиль Шарафиев Одновременно Участвует сразу В пяти постановках И буквально Несколько минут назад Мы обратились к нему С вопросом Откуда же он находит На всё это Силы и время Давайте послушаем Что он ответил Театр Сам даёт силы Много Ну, конечно Соблюдать Режим работы Надо Режим отдыха Я катаюсь на лыжах Я Все Зимы На лыжах Катаюсь Благодаря вот такому Жизнелюбию Энергичности И, конечно, таланту Равиль Шарафиев И любим зрителям Причём не только В Татарстане По звёздным ролям Например, Хаджина Средина И Ажали Его знают далеко За пределами республики А ещё его любят За добрый эпатаж Вот и сегодня Публика гадала В каком амплуа Мэттер выйдет К зрителю В свой юбилей И он снова Удивил всех Выехав верхом На импровизированном коне Как бы Давая всем знать Что он всё ещё на коне И в свои 80 лет На этом у меня всё Алексей Спасибо, Рамиль Это было включение Из Камаловского театра Где с юбилеем Поздравляют Равили Шарафеевой Вечерний эфир Продолжит программа Вызов 112 Сейчас о спорте И о погоде Я же прощаюсь с вами До вечернего выпуска Он выйдет 21.30 Всего вам доброго Мы молоды и амбициозны Мы шаг за шагом Идём к своей цели И победа Не чуждая для нас слово Касанёрк Синтез Побеждаем в спорте Побеждаем в труде Отдохнуть и подлечиться Конечно Санаторий Крутушка До 31 мая Дарит скидку 35% Санаторий Крутушка С заботой о вас 202-30-33 Автомобиль Лада С выгодой до 203-390 рублей Это реально Только в апреле Кан Авто на Мусино Увеличил выгоды На автомобиле Лада Действует государственная программа Кан Авто Мусино 37 Эффективная реклама В салонах автобусов Только до конца апреля При заказе рекламы Размещение на месяц В подарок СБК Транзит 245-0505 Ищешь автомобиль? Автоцентр Марка Отдаёт японский Датсун За так Узнай подробности по телефону 4 пятёрки 3 семёрки Аптека Фармлент Рядом с вами Лук Друзей Федеральная аптечная сеть Фармлент 20 лет заботы И доверия Искать дальше Себе дороже Если Ниссан То в марке В апреле 2 ТО в подарок Телефон в Казани 4 пятёрки 3 единицы Сенсация Спешите видеть 16 марта Открытие Казанского цирка Нажигательной цирковой программой Виеста Если вам отказывают в кредитах Приходите в Деньги Мигом Здесь 9 из 10 обратившихся Получают одобрение Деньги Мигом Хорошая история Эко-весна пришла Не сиди в телефоне Лучше в парк приходи Скорее на субботник Айда выходи Самое время Сделать мир вокруг чище Прими участие В природоохранных мероприятиях Апрель-май 2018 Эко-весна АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер Время новостей спорт На ТНВ в студии Алмаз Гафиатов Акбарс узнал соперника По финалу Кубка Гагарина Им стал московский ЦСКА В шести матчах Переигравший питерских армейцев Наша команда Оформила путевку В решающий раунд Уже в четверг Напомним, что команда Били Лединова В четырех матчах Обыграла трактор И не оставила шанса челябинцам А на Западе В это время Шла настоящая борьба Армейцы из Санкт-Петербурга Вели по ходу серии Но не смогли повторить Прошлогодний успех По итогам шести матчей ЦСКА выиграл именитого оппонента И сможет впервые в истории Выиграть также кубок Казанцы, в свою очередь Смогут забывать трофей В третий раз в своей истории Мы рады, что выиграли Олимпиаду Конечно, ребята Такое количество игроков СКА Они эмоционально уже Они сделали все, что могли Они молодцы В принципе, каждый матч Переигрывали ЦСКА Но не могли забить А в Тюльчинском районе Завершился чемпионат На призы народного артиста Республики Мастера спорта Международного класса По автогонкам Салавата Восходинова 230 юных борцов Из 19 районов республики Таким масштабом Могут похвастаться Не все соревнования Для проведения турнира Тюльчинский район Был выбран не случайно Здесь много легенд Борьбы крэш В последние годы Главные чемпионы Основных турниров Выходцы этой земли Соревнования проводились В соответствии С официальными правилами Борьбы крэш Утвержденными федерацией Министерством по делам Молодежи и спорту Награды нашли своих героев Задача организаторов Через три года Сделать турнир Не только республиканским Но и дорасти До всероссийского масштаба Мы считаем Что мы родина борцов Потому что В течение 25 лет На любых соревнованиях Они на уровне Татарстана Или на уровне Российской Федерации Наша команда Всегда за ней призыва Места Борьба крэш Это не только Вином сборной Это наша культура Это наше будущее Кто занимается борьбой Крэш Они и жизни за себя Могут постоять Потому что Здесь иногда Не только победа И здесь проигрывать надо Третий матч за неделю В единой лиге ВТБ Уникс провел дома С рижским ВФом И победил со счетом 89-81 Хотя игра получилась Очень сложной После первой половины игры Хозяева паркета Выигрывали всего в три очка Дальше команды По очереди Обменивались Активными атаками Но в заключительном периоде Подопечные Прифтесов Все же смогли Дожать соперника ВФ бился до конца Но уникс был сильнее В 12-й раз В 12-ти встречах Команда продолжает Занимать второе место В чемпионате Единой лиги 17 побед При двух поражениях В следующем туре 15 апреля Казанцы сыграют дома С казахстанской Астаной И это все новости Спорта К данной минуте Будьте здоровы И занимайтесь спортом До свидания Здравствуйте О погоде После полезной информации Вам нужен шкаф-купе Качественный Недорогой По вашим размерам Данил Мастер Исполнит Ваше желание Успейте заказать Со скидкой 20% Данил Мастер Город Казань Улица Восстания 23 Телефон 167 166 Прошедшие дожди Сделали свое дело И снега стало Намного меньше А порывистый ветер Разогнал тучи И вновь вышло Яркое солнце По данным сервиса Яндекс.Погода На юго-востоке В Бугульме Бавлы-Ознакаева Будет переменная Облачность Без осадков И до 7 градусов Выше нуля На северо-востоке Нижнекамский Набережных Челнах Елабуге Ясно Местами облачно Но без осадков И плюс 9 На севере Татарстана Менделинский Агрызий Менделеевский Переменная облачность И до 8 градусов Тепла На северо-западе Варске В Кубмаре Бултасе Столбики термометров Покажут 9 градусов Выше нуля Будет ясно Для жителей Юго-Запада Республики 9 апреля Будет солнечным И теплым До 14 градусов Выше нуля В центральных районах В Чистополе Альметьевске Мамадыши Переменная облачность Без осадков И плюс 9 В последующие дни Температуры вновь Начнут понижаться Местами пройдет снег В Казани Будет солнечно И без осадков Температуру воздуха Плюс 9-11 Ветер юго-западный Порывистый До 7 метров Секунду Атмосферное давление 754 миллиметра Ртутного столба Влажность воздуха 65% Магнитное поле Земли Спокойное Это вся информация О погоде В студии была Лейла Латыпова Увидимся На ТНВ